У городских дачников маленькие садовые участки. Зачастую садоводы стоят перед выбором, что именно посадить на своем скромном участке. Овощи для запасов на зиму или цветы для души. Деревенские жители с такой проблемой не сталкиваются вовсе. Деревенские просторы не подразумевают тесноту. Героиня следующего сюжета из села Румны на отсутствие земли тоже не жалуется. У нее растет очень много цветов и целое поле картофеля. Как в одиночку управиться со всеми этими богатствами? И каким образом луна влияет на баклажаны? Расскажем в нашей рубрике «Удачная жизнь». И вот так вот. Постоянно, чтобы травка не заглушила цветочки мои. Регулярная прополка. Вот главный секрет красивого сада, считает Светлана. И делится своей стратегией. Проще покупать многолетние цветы. И в уходе неприхотливые, и глаз радуют дольше. Пошла по наименьшему пути сопротивления. Хорошо вкладывать деньги в многолетние. Это пионы, простые лилии. И двулетние сеются. Вот петуния, анютины глазки или виолочки. Ромашечки, конечно, куда без них. Удобрения для земли хозяйка признает только органически. По возможности завозят на огород чернозем. Если переборщили с ним, добавляют песка. Хотя без химии не обойтись. Иначе вредителей с картофельной ботвы не прогнать. А универсальных советов для огородников нет. Делится опытом Светлана. Все в начале своей семейной этой самой жизни. И когда начинала заниматься этим. И лучок бывало в одну. Возьму в руку и думаю, какой же стороной посадить. И такое было. Все приходит с опытом. Помогает и специальная литература. Когда-то прочитала, что арбузы нужно посынковать. Попробовала и правда заметила улучшение. Вся сила уходит в зеленые ягоды, а не в стебли. И еще одна из обязательных процедур – подвязывание помидоров. Так и собирать потом легче. Испеют томаты равномерней. Пошло время помидорки подвязать. Тоже женщине нужно потрудиться. И порыхлить. Еще постоянно нужно поливать своих зеленых любимцев. Огурцы – самый требовательный в водном вопросе овощ. Чтобы не были горькими пупырчатые молочики, поить обязательно каждый день. А еще в последнее время Светлана при посадке стала обращать внимание на лунный календарь. Корнеплоды, картофель лучше сеять на убывающей луне. А то, что растет над землей, надземные все эти самые, тогда на растущей луне. Рассады помидор, перцев, тех же баклажан. Главный секрет Светлана секретом не считает. Это знают все. Сколько труда вложишь в свой огород, столько и получишь в ответ. А если не потрудиться, останешься и вовсе без ничего. И смеется. В селе лентяничать получится вряд ли. Ольга Мироненко, Сергей Захарушкин, Амурская служба новостей.